Это программа «Молодежный проспект» – проект, в котором мы делимся с вами историями успеха молодых людей. Сегодня мы в гостях у Юрия Кашина. Наш герой – человек с активной гражданской позицией, член Русского географического общества, дайв-мастер, исследователь высокогорных озер Кавказа. И 18 мая совместно с участниками клуба совершил рекордное высокогорное подлёдное погружение. Юрий, добрый день! Здравствуйте! Поздравляю вас с таким достижением! Большое спасибо за поздравление! Скажите, так на сколько метров погрузились? Погрузились мы на данном озере на 16 метров, так как это является максимальная глубина, потому что изначально мы, как узнали, что глубина этого озера была изведана, стоял порядок 14 метров, мы нашли 16 метров 20 сантиметров. Это максимальная глубина данного озера. Что чувствуешь, находясь подо льдом на такой глубине? По чувствам нахождения под водой, скажу честно, ещё бы давно, может быть, я поймал бы какой-то страх, ещё что-то. Сейчас, в данный момент, после уже очень больших погружений, то есть у меня количества погружений уже очень много, и поэтому страха отсутствовал, но присутствовал адреналин, который питал организм, то, что запоминается на всю жизнь. С чего всё началось? Началось всё, как у многих исследователей, процентов, наверное, 80, сколько я знаю, сколько спрашиваю, всё в детстве, с передачей нашего великого основателя Жан-Ив Кусто. В своё время, когда я был ещё даже начал до школы, я вообще не пропускал ни одной передачи, все передачи я пересмотрел, очень мне всё это понравилось. Ну, конечно, пошла мечта, которую в оконцовке я возобновил, как получилось, что в Краснодарский край я переехал, море рядом, пошёл, попробовал понырять в 2011 году в Дай-центре, это в Ростовском, Дипрек. После чего мне очень понравилось, и я поговорил на обучение, начал обучаться, получать сертификаты. Как стали членом Русского географического общества? Я решил погрузиться в озеро Круглое, которое находится в станице Ахмедовской, самое глубокое озеро Краснодарского края. И нашёл там ласту. Начал искать в интернете, кто там погружался. И нашёл одного человека, хоть эта ласта оказалась не его, но мы с ним познакомились и совместно начали проводить экспедиции. Вот оттуда это всё у меня зародилось. Человек этот, член Русского географического общества, Эрц Антонов, он живёт в Услубинске. И мы с ним продолжили уже исследования, и дальше я подключился тоже к Русскому географическому обществу и теперь являюсь членом. Почему выбрал дайвинг и высокогорные озёра? Мне очень интересно было погружаться в тех местах, где ещё, так сказать, не ступала ласта онкологиста. Там очень всегда чистейшая, красивая вода, красивые места. Само погружение в чистой и кристальной воде, оно очень приятное, потому что всё вокруг видно, и все это скалистые породы. И интересно посмотреть, есть ли там какая-то живность, какие-то притоки, какие-то оттоки. То есть эти места никто не следует, а естественно, кто-то должен по-любому туда попасть и проведать эти места. Ваша экспедиция прошла под названием «На высоких берегах». Озеро Роберта Скотта, на котором вы установили мировой рекорд по айс-дайвингу, находится в Мостовском районе на границе с Карачаевой Черкесией на высоте 2650 метров. Скажите, как пришла идея туда отправиться? Озеро Роберта Скотта выбрал я потому, что оно находится на границе Карачаевой Черкесии, но всё-таки на нашей стороне, в Мостовском районе. Так как я здесь проживаю, всё-таки решил исследовать именно это озеро. Что вас замотивировало отправиться в эту экспедицию? Исследование озера раньше уже проводили, но никто в него не погружался. Были много вопросов по рельефу дна и по приливу отливу этого озера. И мы решили проверить, есть ли там какие-то подводные притоки, и, естественно, существует ли жизнь вообще в этом озере. И, естественно, рекордное погружение, это было уже на втором месте. Первое у нас всегда идёт исследование какого-то либо озера. Как добирались до места? Какие препятствия пришлось преодолеть? Когда мы распланировали погружение с нашими дайверами, мы, естественно, сами всё снаряжение тащить не сможем. Даже в помощи, что у нас были лошади и машины, нам нужны были крепкие туристы. Мы начали искать ребят крепких туристов, кто нам сможет помочь как туристы-волонтёры. Значит, ребята, двое человек были, это жители посёлка Моцовского, это Суворов Дмитрий и Костенко Максим, и один житель Краснодара, Сотников Павел. Основное препятствие, если брать общей командой, без которой бы мы не обошлись, это однозначно, это был, наверное, всё-таки подъём до первого кордона и снежный подъём без лошадей до озера Роберта Скотта. И самое, что это обман зрения идёт, который тоже влияет на организм, это все туристы об этом знают, когда поднимаешься, смотришь, вот она вроде гора и уже небо, поднимаешься, поднимаешься, раз на гору заходишь, небольшой промежуток прямой, и пошла снова гора. И ты смотришь, как будет начинать всё сначала. Потом, когда начинается спуск резкий, тоже никаких радостей не привозит, потому что спускаться вниз очень тяжело, и осознаёшь, что потом всё-таки обратно придётся подниматься в эту же гору вверх на обратном пути. То есть все эти подъёмы и спуски, они как бы не особо радуют, потому что, ну, действительно тяжело, но это груз, это нелегко. Расскажите о подготовке к подлёдному погружению. Какое снаряжение для этого необходимо? Подлёдное погружение, оно считается одним из опасных видов дайвинга, поэтому там должно всё дублироваться. То есть, когда делаются три майны, естественно, идёшь под лёд, у тебя находятся две системы баллонов, то есть у них один, два баллона, то есть можно систему садь-маунт повесить, можно поставить там переходники специальные, два баллона с парков сзади висит. Должно быть два регулятора, в том случае, если один отказывает, то ты дублируешь себя вторым регулятором. Это обязательно входит по подлёдному дайвингу. Также есть дублирующие маски и многое другое. Есть, значит, специальные костюмы. Какие чувства испытываете, понимая, что установили мировой рекорд? Чувства уже привычные, в прошлом году уже был поставлен российский рекорд. А к чему это всё идёт? Для того, чтобы люди занимались хорошими делами, стремились к спорту, стремились к достижению, чтобы люди видели, что у нас Мостовской район участвовал в рекорде мира, что мы его поставили, чтобы принести, как сказать, свабу свой посёлок городского типа. Думаю, на этом рекорде вы не остановитесь. Куда теперь планируете отправиться? Следующее погружение я рассчитываю провести с группой дайверов и туристов, также всё таким же образом на озере Патронное и озере Холега, находящееся в Корча-Черкесии. Ранее мы обследовали Лунное озеро, дальше по порядку идёт Патронное и Холега, а следующее идёт Уморусского ледника, оно самое неизведанное озеро, и не имеет названия, почему там, потому что мы перед погружениями накладываем на наши старые военные карты, смотрим, где проходили бои Уморусского ледника озера. Там было порядком очень много застав, 5 немецких и 3 русских, где шли жёсткие бои. Уверена, после нашей программы появятся желающие присоединиться к вашей исследовательской работе. Скажите, что нужно, чтобы стать членом Русского географического общества? Хочу сказать, что вступить туда не очень тяжело, но если вступать туда, надо понимать, что вы должны, человек, быть полезны именно для этого общества, что не просто там находиться, занимать там строчку в этом списке, а что, естественно, вам нужно работать. Юрий, спасибо вам за встречу, желаю вам новых рекордов и открытий. Спасибо.